всем известен давно избитый афоризм что мол знание это сила но я так не считаю я считаю что сила состоит в том чтобы эти знания применить на практике и тогда человек становится успешным богатым здоровым и счастливым если вы лежите и только мечтаете как манилов то знания вам никакие не помогут поэтому я решил поделиться с вами тем что я применяю на практике уже то есть мои знания для меня стали уже силой который ведет к здоровью и вечной жизни несколько лет назад я выложил в интернете видеоролик с названием чем заменить курение много отзывов но никто не поделился своими результатами то есть люди вроде прослушали информацию даже многие одобрили но никто ничего не сделал для себя и не применил те знания которые я передал в этом видеоролике на практике то есть никто не сказал да спасибо николай я бросил курить и теперь здоровый занимаюсь спортом почему я решил еще раз на эту тему выйти дело в том что месяц назад я разработал новую теорию кровообращения которая в корне отличается от общепринятой в нашей медицине теории о том что сердце качает кровь ну и все в порядке все идет мол от сердца так вот моя теория считает о том констатирует тот факт что главным органом в организме человека является все таки не сердце а легкие и именно легкие благодаря тому что легкие сжимаются снизу диафрагмой а сверху межреберными мышцами легкие качают не только воздух но и кровь представьте себе что легкие это воздушные сосуды с одной стороны и капилляры кровеносные с другой так вот без разницы в сосудах воздух или кровь если вы на них нажимаете сверху и снизу то из них выходит под давлением и воздух и кровь по сосудам высокого давления при вдохе по сосудам высокого давления из легких выходит богатая энергетически с заряженными отрицательными трансфитами кровь а при вдохе когда в легких разрежения туда всасывается свежий воздух через нос и рот а также всасывается через сердце синяя бедная как ее называют врачи венозная кровь и таким образом пока легкие сжимаются и разжимаются пока идет газообмен и пока идет обмен кровью то есть бедная кровь легких получает заряды ретроцитов и несет эти заряды ко всем клеткам тела поэтому я назвал вот этот видео ролик минздрав предупреждая будете курить как говорит петросян обкурись и сдохни вот о чем минздрав предупреждая но минздрав не знает как выйти из этого положения я предлагаю очень просто нужно научиться дышать полным дыханием йогов с сопротивлением и на вдохе и на выдохе а сейчас я вам это все покажу я включил метроном который стучит в ритме моего сердца чистота соответствует одному герцу именно такой электрический ток переменный благодаря сердцу и идет по сосудам по кровеносным ко всем клеткам тела и и заряженные отрицательные троциты несут электрическую энергию для того чтобы эти клетки могли усваивать несущиеся одновременно и питательные вещества вот так происходит процесс жизни пока легкие сжимаются и разжимаются пока в них то повышенное давление на 20 миллиметров водяного столба при выдохе то пониженное давление меньше атмосферы на 20 миллиметров водяного столба в это время человек и живет как только этот процесс останавливается человек не живет и не жилец а теперь я вам показываю полное дыхание йога в гармоничной который я практикую уже с десяток лет с сопротивлением я пока вам показываю делая сопротивление губы трубочкой зубы сомкнутые вот такой вдох а 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 Играет музыка. Играет музыка. С большим внутренним вакуумом в лёгких затягивал свежий воздух, так я с этим же вакуумом притягивал в лёгкие через сердце бедную венозную кровь. За 8 ударов сердца при вдохе я накачал примерно туда около литра венозной крови. Она там заряжается при выдохе, и этот литр уже крови обогащённо идёт по сосудам высокого давления через сердце и через аорту выходит потом ко всем органам. Вот так происходит процесс кровообращения. Вот так происходит накачка крови с помощью диафрагмы лёгких и межрёберных мышц, которые сжимают сверху межрёберные мышцы, а диафрагма снизу, и когда лёгкие сжимаются, из них хлещет под давлением богатая заряженная нейтроцитами кровь через левое предсердие, левый желудочек, в аорту. Вот так происходит жизнь. Поэтому люди, которые курят, они интенсивно качают свою кровь. Поэтому они ловят кайф, как говорится, от того, что очень качественно и правильно качают кровь. Но зачем при этом дышать дымом, я не понимаю. Я считаю, я смотрю на взрослых людей, которые сосут эту соску. Я смотрю на них, как недоразвитых детей, которые не могут понять, почему они курят, для чего они губят свою жизнь. А жизнь они свою губят для того, чтобы табачные магнаты хорошо жили и имели хорошие прибыли. Я вам рассказал, чем заменить курение и жить при этом дольше, потому что вы будете применять энергетическое, полное дыхание лёгких, которое, кстати, является не только дыханием, но и накачкой крови в кровеносную систему. С вами был Павел Игорь Николаевич. Желаю всем разобраться, быть здоровеньким и жить больше 150 лет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...